Приветствую зрителей на моем канале. Меня зовут Марина. Сегодня хочу поделиться с вами своими заказами с сайта Алиэкспресс. Это китайская интернет-площадка. Я думаю, там всегда можно найти что-то для себя интересное. В очередной раз я нашла три покупки для себя. Очень интересные. Это вот такая палетка теней. Очень бюджетная. И, естественно, я ее взяла. Плюс такие цвета для меня очень подходящие. Сейчас откроем, посмотрим. Я, кстати, ее немножко даже потестила. Вторая покупка – это у меня платье летнее. Тоже ожидание-реальность. Посмотрите, как вам фасон оцените. Понравился или нет. И далее еще чулочки, которые тоже очень бюджетные. И поэтому я не смогла их не заказать до висок. Естественно, ссылки оставлю все на эти товары. Потому что в смысле мне вам показывать товары, если не оставляю ссылки. Ведь всегда интересно посмотреть, где же я приобрела. И где можно, если что-то вдруг понравилось, приобрести. И, кстати, это три разных продавца. И товары шли мне совершенно недолго. А так, ну, меньше месяца все. Платье, по-моему, пришло за две с половиной. Ну, около трех недель не шло. И, кстати, у меня есть целый плейлист, посвящен товарам с Алиэкспресс. Я в плейлисте обязательно ссылочку на него оставлю. Снимаю обзоры, отзывы. Там разная совершенно тематика, одежда. В общем, посмотрите, если вам интересно вдруг. Ну, давайте сначала поговорим тогда вот об этой палеточке. Она что-то я покупала в районе 200 рублей. Стоила максимум, ни копейкой больше. Сейчас я не знаю, какая цена. Потому что чуть-чуть время прошло уже. И цена там, как всегда, скачу. Надо отслеживать. Картонная такая золото-серебряная коробка. Здесь, возможно, вы что-то можете прочитать. Но я вот могу перевести, что она по весу 13 грамм с китайского языка. И могу перевести с английского, что здесь 12 цветов. И два цвета блажь. Достаточно хороший срок годности. Ну, какой-то здесь номер, поэтому покажу вам номер. Вдруг это тоже надо. Палеточка сама вот такая пластика. Обычный, самый стандартный обычный пластик. Недорогой, естественно. Но она небольшого размера. Смотрите, вот в руках. Но зато в любую косметичку она войдет. И, в принципе, граммовка хорошая. И здесь много цветов, что очень здорово. И, кстати, не буду сильно переворачивать с другой стороны. Так как там еще вдобавок бонусом идет зеркало. Но здесь она так быстро залапывается. Просто какой-то ужас. И, кстати, там написано 90. Не знаю, что это. Зеркало прекрасно работает. Правда, я не могу сказать, что в него особо удобно краситься, если вы пользуетесь этой палеткой. Но, знаете, возможно, если вы летите в самолете, и вам надо сократить вес, то есть, возможно, этот вариант будет сам подходящий. Выглядит палетка вот так внутри. Все такое блестящее, красивое. И мне прям очень нравится. Но, к сожалению, вот эти блесточки, все самые красивые, яркие, сами глиттеры, они только нанесены сверху. Это такой вот рекламный ход. Вот. Все остальное. Тут такой слегка легкий перламутр. Цвета все очень такие поседневные. Да, вообще, хоть куда можно им пользоваться. Красивые, приятные, есть нюдовые, просто замечательные. Поэтому, естественно, за 200 рублей, ну, грех пройти такой палетки. Грех просто пройти мимо такой палетки. Сразу хочу сказать, что, конечно, это недорогая палетка, поэтому не надо от нее ожидать какой-то там чего-то такого, прям супер экстраординарного. Обычная стандартная палетка. Для меня я попользовалась уже, как видите, многими цветами тут попыталась попользоваться. У меня прекрасно держится она весь день. Я никогда не наношу на свои веки никаких основ для того, чтобы у меня не скаталась косметика. Я наношу просто как есть, на крем, на напудренное лицо, наношу тени, они у меня весь день держатся, никуда не деваются, не забиваются в складочки. Для меня это важно. Естественно, они слегка осыпятся. Ну, для меня это опять роль никакой не играет. Так что, сыпятся они не свек, а сыпятся они во время накрашивания. Ну, сейчас мы проверим кисточкой и спонжиком. Я очень люблю пользоваться спонжиками. Кистью я в основном только растушевываю, а на самой века подвижной наношу спонжами, потому что это ложится плотнее, красивее для меня, насыщеннее. Ну, как бы, ну, люблю я так, привычка мне такая. Так, присутствует здесь вот такой спонжик. С одной стороны, это удобно, прям лежит. Давайте им и проверим. Сначала проверим кисточкой, как она будет наносить цвета, будет наносить себе подряд. Так, прям не знаю, сколько у вас какого-то начать. Так, давайте посмотрим, как работает кисточка. Видите, вот она как бы немножко наносит, нацепляется хорошо. Я не скажу, что в данный момент сильно пылила. Бывает, попыленнее. Так, где же наносить? Отсюда, наверное, начну. Наношу кисточкой, видите. Можно сказать, что пришивит. Ну, не знаю, мне на глазах ничего не пришивит. Все держится. Я вообще довольна. Цвет мне нравится. Так, этот же цвет можно нанести стандартным спонжиком, что я больше всего люблю. Он, конечно, будет уже насыщенней. И хорошо разносится. Кстати, плята, вот смотрите, верхние четыре вида я прошла, вот эти четыре цвета. Вот, кистью и спонжиком. Вот так они выглядят. Это первый идет кисть, спонжик, кисть, спонжик. И вот всего еще четыре цвета. Так, следующие. Здесь я прям так конкретно поковырялась в рефилах. Это второй ряд. Четыре цвета. Вот они идут. Вот так, можно сказать. Вот персиковый цвет очень симпатичный. Прямо мне так трудно руку вывернуть. Как-то я так стала наносить. Ну, я думаю, представление имейте. Они похолоднее. Они вроде как схожи, но они похолоднее, потеплее. Ну, и последние четыре цвета, вот эти. Это вот такой, вот так получается. Вот они. Самый верхний ряд. Господи, как сложно показать? А, вот так, наверное. Вот так будет понятнее. Так, и два цвета, вот этих самых крупных. Я не знаю, почему они блажь, румяна получается, что ли. Я не знаю, почему они такие темные. Вот, ну, давайте проверим. Естественно, как тени их надо использовать. Так, это я уже сделаю при вас, чтобы это было вам видно, как они работают. Понравится, не понравится. Ну, мне лично все нравится. Так, вот такой. Ну, видите, пылят. Ну, растушевываются вполне хорошо. Так, сейчас киточку вытру. Обычные недорогие тени, но мне не нравятся хорошие цвета. Как бы все необходимое тут присутствует. Приятный такой легкий блеск. При этом они вроде бы как и матовые. Не имеют никакого лишнего постороннего запаха. Так, что все хорошо. Пробуем смешивать. Кисточку. Кисточкой. Далее остальные. Вот, вытерла. Так, что пишите, как вам такая палетка. Мне кажется, для бюджета вполне хорошая. Мне нравится. Мне главное, на глазах держится, на веках держится. Не скатывается, не осыпается. Хорошо сидит. Без всяких, знаете, дополнительных основ. Все растушевывается хорошо. Никаких проблем нет. Так что я своей покупкой довольна. Довольно ценой. Ну, прикалывают, что здесь все-таки зеркало присутствует. Ну, как бы здорово, мне кажется. Лишним не будет. Всем большой привет. Привет, меня зовут Марина. Сегодня хочу поделиться с вами платьем, которое заказала на Алиэкспресс. Пришло, кстати, оно мне быстро. Не помню, за какое время. Недели три, наверное, оно мне шло. Всего здорово. Еще успею в этом году его поносить. И на следующий год оно такое же будет модненькое. Очень интересное, необычное. Не все в городе в таком, возможно, ходят. Никого я не видела, по крайней мере, у нас. Размеры этот у меня 4, кстати, самый большой. И там разный, кстати, размер, разные цвета представлены у продавца. И для худеньких, и пухленьких девушек, девушек и женщин этот фасончик подойдет. Давайте смотреть, открывать. Так, вот такое платье я выбрала. Именно сочетание зеленое. Там есть желтое, розовое, по-моему, оранжевое. Там разные. Короче, выбирайте на свой вкус. На пакетике вот такие предупреждения. Цвет платья полностью совпадает с картинкой продавца, что у меня радует. Там, кстати, отзывы есть на этом сайте, на этом магазине, на эти вещи. Поэтому можете в комментариях посмотреть. Ссылку на всякий случай вам оставлю. На этого продавца. У него там, по-моему, много замечательных платьиц всяких. Вот у меня вот такое. Сейчас платье мятое. Мне случится показывать, какой-то вообще ужасно некрасивый цвет. Вообще, это нормальный, достаточно глубокий синий цвет. Дальше идет белый. И красивый, сочный, зеленый. То, что мне нравится. Сочный, зеленый цвет. Ни бледный никакой, ни выгоревший. Вот такие вот рюшечки прикольные идут. Вот на рукавах. Швы сразу покажу, чтобы потом мне не показывать. Очень сильно выбеливает. Просто ужасно. Так, горловинка. Вот 4XL. Пуговичка сзади. Швы заодно. Такая пуговичка. Кстати, ткань очень мягенькая. Прям нежненькая такая. На лето, на жару вообще самый раз. Так что я довольна платьем. Прям красота. С виду, как видите, вроде бы все нормально. Но потом, конечно, постираю. Поглажу. Одену. Вам покажу, как уже модель будет сидеть на мне. Также здесь, видите, еще есть валанны. Мне нравятся. Вы обожаете всякие валанны. Так женственно. И подходят на любой возраст. И для девушек молоденьких, кокетливых. И над дамом, таким, как я. Так, нашла вот такую. Здесь у нас есть. Значит, полистэр. 65% и 35% котон. Ну, ткань прям вообще очень приятная. Очень приятная, легкая, воздушная. Так, кстати, вот швы. Это вот последний валан. Видите, как? Сразу показываю, как есть. В общем, пока довольна. Так, фото оставляю, как выглядит она у продавца. Этот именно мой цвет. Остальные цвета я не буду показывать. Так, различные. Довольна. Нравится. Кстати, купила я где-то за 1000 рублей. Она мне вышла. Мне было 100 рублей купон. Я его, естественно, применила. Вот. Так оно, по-моему, 1100 стоит. Где-то туда-сюда скачешь. Там 100 рублей больше, меньше. Плюс я применила еще кэшбэк. С это платья мне еще вернулось. После получения вернулось 37 центов, по-моему. Тоже приятно на телефон. Кстати, тоже ссылку оставлю. Если пользуетесь кэшбэками, не пользуетесь, вернее, еще, то обязательно воспользуйтесь. Все-таки понемножку на эти деньги на телефон, потом капают, капают. И можно переводить их. Я думаю, лишими не будут. Не 50 рублей, не 100. Поэтому ссылка на кэшбэк тоже внизу под видео. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Далее в таком пикантном розовом пакетике. С Китая, видите, пришли мне чулочки. Прям, знаете, здорово. Они ни разу не приходили в такие розовые пакеты. Более малиновый. У вас какой-то более коралловый смотрится. И пришли они вот. Они там, кстати, в разных цветах. В одном размере. Но они прекрасно тянутся. И приходят вот в таком пакетике на зип-застежки. Кстати, очень много отзывов, много фотографий у этого продавца. Так что вы по ссылке пройдете, посмотрите. Разные цвета. Цена просто самая низкая на Алиэкспрессе, которую я нашла на эти чулки. Что-то около 150 рублей. Туда-сюда 10 рублей скачут. У других продавцов я заметила, что они дороже. Так, и они идут на зип-застежки. Ничего здесь рвать не надо. Они просто вот так вот открываются. Потому что есть пакетик для хранения этих чулочков. Что здорово. Вот такая картинка изображена. Я проверила один чулочек на руке и второй. Никаких брака, никакого нет. Просто приходили мне уже один чулки с браком. Это вот такая сеточка. Тянется просто, как видите, отлично. И самое тут здорово, то, что интересный момент, что они с кружавочками идут. Это очень так мило смотрится. Очень забавно. Пикантно, конечно. Поэтому, если кому надо, девчонки, обратите внимание. Их можно одеть и даже куда-то в ресторан. Куда-то там на личинку какую-то прекрасненькую. Они у меня, допустим, мне метр шестьдесят четыре рост. Они мне прям на всю ногу до самого начала, до самого конца налазают. То есть, они не короткие, не средние, а именно они высокие. В моем случае. Метр шестьдесят четыре. Дальше не знаю, как они налезут или нет. На мой рост вот в самый раз. Тянутся просто отлично. У меня ноги не худенькие, достаточно пухлые. Допустим, объем бедра у меня в самой широкой части где-то шестьдесят два, шестьдесят три сантиметра. Спокойно налазают, без всякого напряжения. Вот. Вот такой здесь носочек маленький, аккуратненький. Редкая сеточка здесь. Она сама по себе не мелкая. Она растягивается, становится даже такой вот крупной. Ну, не сильно крупной. То есть, вполне, знаете, адекватная. Не смотрится это как-то пошло. Мне так показалось. Пошлать-то, но я как бы сама не очень. Вот такой вот носочек. Фотку вам вставляю. Как примерно у меня выглядит. Ну, так выглядит на ноге чуть-чуть. Много фотографий, конечно, на сайте продавца. Там, я не знаю, просто огромное количество в разных цветах. Так, к самой резинке переходим. Видите, жалко, что здесь нет именно силиконового вот этого кольца. Поэтому, не знаю, я и не носила, естественно, я их только получила. И не знаю, как будет держаться. Но вообще, вот, я уже померила, на ноге прекрасно держится. Как на целый день, либо на 4-5 часов вечеринки, не знаю. Возможно, она какие-то чулки, не чулки, а пояс одевать. Вот. Так что резиночка вот такая. Тянется тоже неплохо, и не слабая, и не тугая. Она не давит. По крайней мере, вот во время примерки. Такие милые кружавчики. Очень милые, прямилые. Так что, если вам интересно, обратите внимание. В разных цветах, просто очень миленькие. Вот такая вот прелесть. Ну, надеюсь, мое видео вам понравилось, чем-то класс полезным. Так что, спасибо за просмотр, лайки, дизлаки. Обязательно подписывайтесь. Надеюсь, что-то на моем канале вы увидите еще новенькое, интересное. И, возможно, даже полезное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok.